Всем привет, ребят, с вами Аурум, и я знаю, многие из вас являются поклонниками творчества аниматора Димки. Но дело всё в том, что видосики у него, мягко говоря, заканчиваются. Я хочу записать ролик, в котором посмотрю абсолютно все видосы аниматора Димки. Вот все, от начала и до конца. Но для этого прожми прямо сейчас лайк, подпишись на канал, а также введи код Аурум в магазине Brawl Stars. Ну а сейчас я нашёл другого автора, его зовут Дерри, ссылка на его канал оставлю в описании. И давайте посмотрим его самые лучшие ролики типа Бравлеры в школе. Поехали. Пацаны, а можно с вами в футбол поиграть? Нельзя, ты даже играть не умеешь. Пацаны, я хочу тоже жвачку. Нет, у меня последняя. Ребят, пошёл вон отсюда. Ребят, мне мама вертолётик на пульте управления подарила. Брат, чё ж ты раньше молчал? Иди сюда. А вот я с тобой всегда всем делюсь. Будешь? Да и капитаном в команде у нас всегда ты был. Мама, я нашёл себе ноутбук для учёбы за 100 тысяч. Чё так дорого? А ну покажи его. А чё тут написано, что это... Блин, ребят, этот голос. Объясните мне кто-то, откуда берётся этот голос? Я думал, голос аниматора Димки. Но, оказывается, там только анимация. Этот голос откуда-то берётся? Объясните, откуда этот голос? Игровой ноутбук. Да не обращай внимания, а то, наверное, какая-то ошибка на сайте. На него даже скачать игры нельзя. Ну ладно, раз уж для учёбы нужно заказывать. Даю тебе деньги, в школе себе купишь булочку или круассан? Только попробуй мне чипсы или сухарики купить. Хорошо. Ну что там, купил себе булочку? Конечно, мамочка, тут булочка с икрабом, эээ, с маком. Это не для учёбы, всё-таки игровой. Людочка что покупал? Чипсы. Ну-ка, иди сюда, падаль. Три главных страха детства. Ребят, напишите в комментариях свои. Три главных страха детства. Кто напишет самый страшный, тому задоначу. Вот это у меня палка, я как настоящий рыцарь. Ты чё тут делаешь? Тебя мама уже три часа есть, и ты всех спрашивает, где ты. Чего? Ё-моё! Сейчас тебе эту палку как раз-таки и засунут в одно место. Я к тюте Зине иду, только попробуй компьютер включить. Вон сиди, книгу читай. Да-да, хорошо. Да, по анимации здесь есть вопросики, но сценки прикольные. Только осторожно в ней гуляй. Да, мамочка, конечно, я буду очень аккуратно. Вот это классно сегодня, возле канализации в черепаших ниндзя поиграли. Чё это? Чуть-чуть порвал. Алло, Валерка, вынеси листочек и ручку, я буду предсмертную записку писать. Три разочарования детства. Три разочарования тоже напишите в комментариях. О, а дай мне зватьку, пожалуйста. Ну ладно, только никому не говори, что у меня взял. Холосо я никому не скажу. Ого, а у кого ты зватьку взял? А вон у него. А дай мне тоже зватьку, пожалуйста. Ого, сколько мне денег на день рождения подарили. А отдай их мне, я спрячу, чтобы ты нигде не потерял. А ты их не потратишь? Нет, конечно. Мама, там такая машинка классная, пошли её купим. Успокойся, денег нету. В смысле, так у меня мои денежки есть с дня рождения. А мы на них новую газовую плиту купили. Ребята, меня мама кусать зовёт, вы меня подождёте? Конечно, мы за твои настоящее друзья. Ну да, подождём. Всё, ребята, я покусал. А где они? Ушли. Халабуду так и не достроили. Тот самый ребёнок маминой подруги у нас в гостях. О, у тебя есть компьютер? Да, есть, но он мне сейчас нужен. Нет, это я буду в него играть. Правда ведь, сётя Оля? Конечно, правда, малыш. Дай ребёнку компьютер. А ты будешь смотреть, как я играю. Блин, капец, реально в жизни, ну, было такое, вот было. Когда к тебе приходят гости, они почему-то становятся сразу главными в доме. Согласен? Дебильный садик, деткам в обед нужно спать, задолбали уже. Вставай, собирайся, за тобой мама пришла. О, пока, дурочки неудачники. Мама, почему ты меня так рано сегодня забираешь? А я тебя сейчас в другой садик отведу, тебе же этот не нравится. Ага, тут спать нужно, и воспитательница дебильная. А в том садике, куда ты меня ведёшь, не нужно будет спать? Конечно, не нужно будет. Ну всё, заходи, смотри, я пошла, пока-пока. Слава богу. Блин, уже темнеет на улице, что-то мамы долго нету. Мальчик, а когда из этого садика можно будет уходить? Какой садик? Это детский дом, 18 лет исполнится и сможешь уйти. Чего? В смысле? А, это, наверное, пранк такой, а то зачем меня сдавать в детдом? Я же всего лишь накормил младшего брата кремом для рук, спустил на Валерку Алабая и раза три поджёг и взорвал дом. Где-то в самолёте. Опа, вот это озвучечка. Ну чё, мужики, тут два парашюта, она с трое. Мужики, у меня жена, дети, мне их кормить надо. На, держи. Ага, от души, спасибо, братцы. Держи парашют, прыгай. А как же ты? Так у меня тоже есть. А как же семьянин? А я ему мешок с продуктами дал. Моя сестра Лайк. Сестра, помнишь, ты мне говорила, что хочешь попасть в детдом-хаус? Помню, а ты что, узнал, как туда попасть? Да, сейчас придёт папа и скажи ему то, что это сделала ты. Хм, хорошо. Признавайтесь, кто из вас спёр 10 косарей, которые лежали на столе? Это я сделала. Это была последняя капля, собирайся в детдом. Ура, братик, спасибо, ты самый лучший. А, нет, тут уже только в дурку. Моя сестра Лайк. Развлечение пятилетних детей сейчас. Давай, давай, грифери его. Может пойти на гироскутере покататься? Таня, лучше новое видео Влада А4 пос... О, боже. Развлечение, когда мне было 5 лет. Здрасте, какие пилпилки есть на литии? Ну смотри, автомат, меч и граната. Давайте мне автомат и меч. Автоматы дорогие. Деньги есть, тут без дати. Там у дюдзины вот такие вот абрикосы, после их украдём. Ты же за, кстати. О, круто, погнали. Давай, давай, Валерка, быстро рви всё. Ё-моё, муж дюдзины вышел. Бежим быстро. Валерка, беги в нашу халабуду, у меня там автомат и меч. Сейчас мы ему дадим отпор. Давай, давай, Валерка, застистяйся. Быстро домой зашёл, выкини ту палку, у тебя дома своих абрикос нету. Да, мам, это всё Валерка. В детстве это делали все. Чего, завтра три контрольных? Ё-моё. Что случилось? Ой, мама, плохо мне, температура. Там вроде бы нету. Ну на термометр. Давай, давай. Ну что там? 42? Блин, перетёр. Здрасте, соломку, пожалуйста. Перетёр. Жиза. Блин, у меня когда-то такое было, я не тёр, я прикладывал к горячему чаю. То есть, да, обычно как? Блин, нельзя вам такой лайфхак рассказывать, но рассказываю. Лайфхак от Аурума. Зачем тереть градусник, когда тебе мама приносит градусник вместе с чаем, потом уходит, берёшь градусник, прикладываешь к кружке, но главное не передержать. Однажды я передержал, а потом не мог сбить. В общем, такая история. Просто. Угу, спасибо. Валерка есть! Смотри, вот так вот берёшь. Понял? Да куда ты жрёшь её, свинья? Это сигареты вообще-то. Капец, мы как настоящие взрослые. Вот так вот, вот так. О, получилось! Мама, обалдеть, смотри, как настоящий человек-паук! Господи боже мой, мы в детдоме говорили, что нормального дали. Слушай, у меня вообще тараканы в доме завелись. Вот яд купила, вечером буду травить. Мама, ты мне что-то вкусненькое купила? Да, конечно, купила. Отцепись, я на работу спешу. О, так это мама мне купила. Ой-ой-ой. Яд. Это, наверное, яд. Шутка смешная, ситуация страшная. Молодцы какие-то сладенькие, класс. Все-таки мама меня любит, яд мне купила. Алло, мама, я попробовал ягодки, они не очень вкусные, какие-то горькие. Не покупай мне больше такие. В смысле, какие? Ну где что ты поставила? А че ты кричишь? А ну подожди, тут кто-то в дверь стучит. Здравствуйте, а вы кто? Слушай. О чем переживают дети сейчас? А если мой аккаунт взломают? Я в него столько с маминой карточки задонатил. А мама, если увидит, сколько я снял, сразу в детдом. Пожалуйста, только не это. О чем переживал я в детстве? Так, главное, чтобы мама не позвала домой, и мы успели достроить Халабуду. Давай домой. Да ё-моё. Мама, я чуть попозже. Я сейчас как выйду. Блин, капец, Валерка, че делать? Пацаны из соседского двора развалят на неё. Так давай с окон квартиры будем охланять нас у Халабуду. Опа, это озвучка, я помню, аниматора Димки. Ну отошли от Халабуды, быстро. Алкаши, блин. Давай спать пошли. Мама, да какой спать? Я буду всю ночь Халабуду охранять. Ты меня задолбал уже со своей Халабудой. Сюда иди. Главное, чтобы Халабуду не развалили. Халабуда. Развалили, блин. Валерка, забиваем стрелку возле канализации. Однажды параллельная реальность. А к доске у нас пойдёт? Можно я? Можно я? Тупорылов, опусти руку. Я и так знаю, что ты ничего не учил. Задротов к доске. Простите меня, но я опять выучил. Садись, задрота. Пять тебе. Да блин, откуда я всё это знаю? И мать в школу. Я же забыла, ты приёмный. Однажды параллель. Три главных балдежа детства. Не хочу ложиться спать. Быстро спать, я сказала. Дебильная воспитательница. Ой, здрасте, можно я своего пораньше заберу? Ладно, собирайся, за тобой мама пришла. Балдёж. Схавала, мымра старая. Алло, да, слушаю. Кто это там? Блин, классуха, похоже, моя. У меня там одни двойки. Ага, да-да-да. Чё она тому заговорит? Блин, мне копи... Блин, Жиза, я так маму ждал с родительского собрания каждый раз. Думал, с ума сойду. Пец, да вы что? О, всё, я знаю этот взгляд. Предсмертная записка. Классная руководительница твоя звонила. И что она говорила? Да ничего, внеплановые каникулы у вас. Хух, балдёж. Мам, всё, я написал, проверяй. Угу, так-так. Всё правильно, математику делай. Угу, чё это за книжечка? Она постоянно в неё смотрит. Готовое домашнее задание? Хе-хе-хе-хе. Ответ 59, ответ 32. Хе-хе, балд... Первый день в качалке. Хе-хе-хе. Э, дрыщи, дайте мне самую большую штангу и самые тяжёлые плены. Ещё, ещё, ЕЩЁ! Второй день в качалке. Ну чё тебе, как вчера? Да-да-да, мужики, а где у вас тут туалет, а? Третий день в качалке. Не тупые лайфхаки, чееек. Вас украли голуби. Что? Мутанты и хотят, чтобы вы собирали для них арбузы. Вообще-то голуби едят помидоры, ну да ладно. Идём к Путину и говорим, чтобы он убрал голуби. О-о-о! Голубей, потому что я люблю больше кататься на свиньях. Меня выгнали и сказали, что я идиот. Странно, странно, что всех свиней уже разобрали. Слышь, Слава. Чё, ты тоже эти гигантские голубей видишь? Ага. Видимо, не стоило брать те семечки на рынке. В натуре. В детстве это делали все. Так, всё, здесь точно не найдёт. Кто нашёл и съел все конфеты? Капец, мама, это привидение. Я заговорил, что у нас дома привидение зовёт. А Фантики почему у тебя под кроватью? Ой. Давай вставай в школу. Ой, мама, я, похоже, заболел. Ой, с кровати даже не могу встать. Да? Ну ладно, оставайся дома сегодня. Всё, я на работу, пей таблетки и лежи. Всё, пацаны, я тут. Валерка, погнали в Майнкрафт играть. Ты что сказал, живот болит? А я сегодня заболел. Так, листочки, камни, земля и вода. О-о-о. Вкусненько как. Мам, иди, я тут тебе салат приготовил. Господи, боже мой, вынеси это отсюда. Да давай пробуй, я старался. Ням-ням-ням-ням, очень вкусно. Да нет, ты не попробовала, по-настоящему попробуй. Ой. В детстве это было с каждым. О, водичка. Чё она такая горькая? Куда ты лезешь, это не вода. О-о, мам, я уже понял. Мамочка, а где моя белая футболка? На стуле посмотри. Ну и где она? Мам, её там нету. Как это нету? Вот это вот что такое? Да в смысле? Всё, мам, я поел, больше не могу. В смысле не могу, давай если всё скушаешь, то я тебе куплю вертолётик на пульте управления. Ну вот это мотивация. Да? Всё, доел, пошли за вертолётиком. Успокойся, вертолётик, иди гуляй. Опять обманули. Смотри, какой мне танчик подарили. Ого, да, классный. Так, я сейчас прийду. А где мой танчик? Капец, Валерка, ты, наверное, его потерял. Капец, нигде нету. Ой-ой-ой, как жалко, что же ты такая Маша-растеряша? Три главных страха детства. О, вот это у меня палка, я как настоящий рыцарь. Ты чё тут делаешь? Тебя мама уже три часа истит, у всех спрашивает, где ты? Чего? Ё-моё! Сейчас тебе эту палку как раз-таки и засунут в одно место. Я к тетизине иду, только попробуй компьютер включить. Вон, сиди, книгу читай. Да-да, хорошо. Сейчас буду в Майнкрафте реферить всех. О, блин, дурёха, телефон забыл. Блин, повторчик, ладно. Мамочка, не надо. Вот, смотри, тебе футболочку новую одевай. Ой, жених, только осторожно в ней гуляй. Да, мамочка, конечно, я буду очень аккуратно. Вот это классно сегодня, возле канализации в черепаших ниндзя поиграли. Чё это? Ё-моё! Алло, Валерка, вынеси листочек и ручку, я буду предсмертную записку писать. Три разочарования детства. О, а дай мне зватьку, пожалуйста. Ну ладно, только никому не говори, что у меня взял. Холосо я никому не скажу. Ого, а у кого ты зватьку взял? А вон у него. А дай мне тоже зватьку, пожалуйста. Блин, это, кстати, правда. Я тоже приходил в школу и реально было впадло делиться жвачек. Потому что жвачки, потому что жвачки 10. 10 вот этих подушечек в одной, да? И, блин, ты кому-то одному дал? Второму, третьему, пятому? Чикс, у тебя нет жвачки больше? Ого, сколько мне денежек на день рождения подарили. А дай их мне, я спрячу, чтобы ты нигде не потерял. А ты их не потратишь? Нет, конечно. Мама, там такая машинка классная, пошли ее купим. Успокойся, денег нету. В смысле, так у меня мои денежки есть с дня рождения. А мы на них новую газовую плиту купили. Ну это бан, у меня такого не было никогда в детстве. Реально, ну, мама не отжимала у меня бабки. Ребята, меня мама кусать зовет, вы меня подождете? Нет, конечно, мы за твои настоящие друзья. Ну да, подождем. Все, ребята, я покусал. А где они ушли? Это же за... Холоду так и не достроили. А зачем тебе на эту экскурсию ехать? Да потому что все дети туда едут. А если все будут в колодец прыгать, ты тоже прыгнешь? Мама, а можно я к Валерке на ночевку сегодня пойду? С какого это перепугу тебе туда ночевать идти? У тебя что, своего дома нету? Иди, поможешь мне. Мам, я в игру играю, давай я тебе чуть попозже помогу. Ну так на паузу свою игру поставь и иди, матери, помоги. Да блин, ну это капец какой. Мама, куда ты собираешься? На родительское собрание. А зачем тебе туда идти? Как это, все родители ходят, я тоже пойду. А если все в колодец будут прыгать, ты тоже прыгнешь? Мама, а куда это ты идешь? С родственником гостей с ночевкой пригласили. А зачем это тебе туда идти? У тебя что, своего дома нету? Мам, иди помоги мне. Я кушать готовлю, давай я тебе чуть попозже помогу. Ну так поставь на паузу свои приготовления и иди, сыну, помоги. Блин, где-то я это все уже слышала. О май гарбл, Питер, ты что, кахи-кахи заболел? Ес, мама, в школу не пойду. О май гарбл, я сейчас гоу быстро в аптеку, куплю тебе самые лучшие лекарства. Что такое уже, бухникаем? Бухникаем? Да, мам, это что такое? Я не смогу в школу пойти. Пойдешь, сейчас я тебя быстро вылечу. На, над картошкой дыши. Давай, давай, еще дыши. Да, еще ноги вот это кипятить или парить, как там, в кипяток, как детские ножки, в кипяток, блин. Капец вообще. Может, уже задохнешься наконец-то? Мед жри, быстро. Да, мама, может быть, какие-то таблетки купить? У тебя что, семья миллионера, папа миллионер? Ну, разве что, хлебный миллионер. Десять лет назад ушел за хлебом и так и не вернулся. Это сколько можно было хлеба за это время купить? Вот, на, еще пей. Че это такое? Ну, молоко, яйцо, барсучий жир. Да, мама, ну фу, но я не люблю такое. Может, я все-таки не пойду сегодня в школу? Слушай, умник, сейчас... Я вот не ходил в школу только если у меня была температура. Если температуры нет, ты идешь в школу. Вот так вот. У кого тоже лайкосик. Вот мы тебе компрессы с коровьего навоза сделаем, с ними пойдешь? О май гарбл, Питер, ты... Май гарбл, Питер. О май гарбл, Питер. Мамы в Америке. И в России. Опа. В Америке. Двойку получил? Ну, не расстраивайся, в следующий раз пятерку получишь. Блин, сынок, что-то компьютер так глючит. Хотя он уже старый, целых четыре года, нужно новый купить. Во что это ты тут играешь? Игла такая, тут стрелять, мол, с домашины угонять. Капец, прикольно, понапридумывают. В России. Какая... Двойка, я какого хрена миллион репетиторов оплачиваю? А это все бабушка... Ну, миллионы репетиторов в России, серьезно, не думаю. Прям не думаю. Я баловала тебя своими деньгами твои друзья и твой тупорылый компьютер. Мама, это просто одна двойка. Все, упустила сына, пошел по кривой дорожке. Не тупые лайфхаки чек. Вы отдыхаете, но каждый день вам звонят и говорят, что вы должны прийти в место со странным названием. Школа. Срочно выбрасывайся в речку и прячемся в лесу, чтобы вас не нашли. Я что-то помню. Каждый день они будут ходить в школу, а вечером мы будем стирать им память, чтобы они думали, что отдыхают. Вот почему каникулы проходят так быстро. Надо срочно всем рассказать. Четыре загадки детства. Опа. Алло, Синочка, переключай канал, там в другом фильме этот же актер играет. Эээ, как это один дяденька одновременно в двух фильмах играет? Че это такое? Как это вообще возможно? А ну иди сюда. Оп, видишь, твой носик забрала. Мам, ты че отдай? Ну ладно, давай прицеплю назад. Оп. Блин, как она это делала? Что? Че я так не могу сделать? Ё-моё. Мамочка, можно я возле тебя лягу? Ну ладно, иди ложись. Ой, опять ё-моё. Ого, как я у себя в комнате оказался? Вот это, кстати, да, Жиза. Блин. Засыпаешь в одном месте, просыпаешься в другом. Это биполярочка называется. Блин, мам, я похоже косточку от арбуза проглотил. О, ну все, теперь арбуз в животе вырастет. Блин. За ужастик. Блин, мама, че, серьезно? А ты думаешь, почему у твоего дедушки живот круглый? У него там арбуз вырос. Ты сдержался. Дети когда ударяют, сейчас. Ай, мама. Я в детстве. Вау! Это кто тебя так? Ну короче, их было трое. Дети когда ударяют, сейчас. Сынок, у Валерки сегодня день рождения, я там торт купила. Пойдешь поздравишь его. Да, мамулечка, конечно. Блин, да че это за торт такой? Надписи никакой нету, крема мало. О, так я же у папы на тумбочке видел взбитые сливки. Опа-на. О, какой красивый вкусненький тортик будет. И Сергей, как и все. Малу, я на муличке, я вам за Валерку поздравил. Чего, чего, Валерке плохо? В больницу отвезли? Мама, это ты, наверное, плохой торт купила просроченный. Что, что сделаешь? Продавщице волосы повырываешь? Ага, мама, правильно. Она плохая, тетя, если продала плохой тортик. Ну, мои сливки точно хорошие. Пена для бритья. А, это название, наверное, такое. Ах ты, Серега, ты что, мне продал? Серега? Да ну, что? Что случилось? Если ты тоже Серега оставай. Раньше это было очень популярное имя, сейчас не очень. Хватило всего на три удара по крапиве. И это за 20-то листиков. Но этого не может быть. Да я тебе сейчас. Ладно, поспокойней. Ты что, Серега, я же пошутил. А теперь медленно положи веточку на землю и пни в мою сторону. Да я тоже угораю. Что пришел-то? Да я в прошлый раз у тебя гранаты увидел. А листики уже закончились. Ну, барыга, держи. В кредит. Мамочка, а можно ко мне Валерка придет? Мы с ним будем в пиратов играть. Ладно, я тогда пойду к тети Зине, чтобы вам не мешать. Валерка, что-то мы не похожи на пиратов. У всех пиратов один глаз, а у нас два. О, а ты свою рогатку случайно... Не принес? Ага, принес. Вон она. Валерка, ну что там прицелился? Давай стреляй в этот глаз. Сейчас я стану настоящим пиратом. Опять шутки смешные, ситуация очень страшная, реально. Это я как вам отец говорю. Алло, мам, тебя дома ждет такой сюрприз! Что за жист? Настоящий пират! Без одного глаза! 18+, не дадут за это вообще? Это кошмар, это не... Это не смешно, это минус глаз! Не, ну я понимаю, что у него их два было? Дарахнул мне камушком в один глаз. И теперь я настоящий пират, крутой, как в мультиках! А чё это мы придурки? О, да не кричи, мама. Ты материться умеешь? Мама сказала, что придет, убьет тебя. Давай быстро с моей руки крюк сделаем, чтобы я тебя защищать! Ох! Мамочка, а можно ко мне валерка придет? Мы с ним будем пиратов играть! Значит, слушай сюда, я спешу на работу, младшего брата покормишь сам. Детское питание в холодильнике на большой полке, запомнил? Конечно, холосом, мулечка, я все запомнил! А, ну где-то мама говорила, маленькая полочка на дверце холодильника. Ооо, капец, у них еда, как у настоящих космонавтов! Зыдкий крем подходит! Сейчас тебя, братик, накормит! О, видишь, зыдкий крем, это твоя еда! Давай узочку за маму! М-м-м, вкусненький крем, да? Давай все скусаешь! Вау, мамулечка, ну что я накормил, младшего братика, зыдким кремчиком? Ну как это какой, тот, что на дверце в холодильнике лизал? С таких тюбичков и все космонавты кусают! Ты хочешь, чтобы мой младший братик космонавтом стал? А можно я с ним тоже в космос полечу? Ооо, ну мам, ну че ты опять критис? Как это я не то взял? Ну не критину, какая разница, что он съел, крем для рук или детское питание? Ой, блин, мама сказала, что не в космос меня отправит, а в интернат для умственно отсталых! Ну что ж, ребятки, на сегодня, я думаю, достаточно. Если вам было хотя бы раз смешно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, а также, конечно же, вводите код AURUM в магазине Brawl Stars. И желаю, чтобы вам выпало лего!